Как сохранить здоровье дома? Как правильно организовать вентиляцию? Начнем с цоколя. Цоколь – холодное пространство, в котором собирается влага, если его не вентилировать. Каждая сторона цоколя здания оснащается розцокольными дефлекторами. Создаваемый ветром перепад давления образует воздушный поток в цоколе. Если в подвальном помещении расположены баня, душевая, подсобные помещения, то с помощью роз-дефлектора можно организовать приток свежего воздуха. Вытяжная вентиляция должна быть принудительной и решается с помощью вентилятора Вилпи. Внутри дома находятся теплые помещения, жилые комнаты и кухня. Свежий воздух поступает в помещение через приточные вентили. Воздух движется в направлении вытяжных вентилей, которые устанавливают в потолке душевой, туалета, кухни, кладовых. Поток воздуха высушивает влажные помещения и освежает воздух во всем доме. Вентилятор необходим для создания перепада давления воздуха. Воздух не движется без перепада давления, поэтому принудительная вытяжка необходима для поддержания дома в здоровом состоянии, запахи и гарь. Если их не удалять, они проникают в конструкции дома и начинают их разрушать. На изолированных кухнях также может быть установлен приточный вентиль для нормальной работы принудительной вытяжки и притока свежего воздуха. Во время готовки воздух движется в направлении работающей вытяжки. Воздушный поток просушивает помещение и выводит загрязненный воздух. Вентиляция кровли. В подкровельном пространстве из-за тепловых протечек и плохой гидроизоляции скапливается влага. Если влагу не выводить, она проникает в конструкции кровли, появляется плесень и разрушение. Подшивка свеса кровли не должна быть сплошной и обеспечивать достаточный приток воздуха для вентиляции подкровельного пространства. На крыше устанавливают элементы кровельной вентиляции, при выборе которых исходят из особенностей объекта и климата местности. Перепад давления создает воздушный поток от свесов к вентиляционным выходам. Элементы вентиляции не пропускают осадки в подкровельное пространство. Если кровля имеет конек, на ней можно установить коньковые элементы вентиляции, которые подбираются по типу кровельного материала и гармонично сливаются с кровлей. Элементы кровельной вентиляции продлевают срок службы кровли в целом. Для проверки состояния кровельных конструкций и коммуникаций, проходящих в холодном чердаке, служит кровельный люк. В канализационных системах скапливаются едкие ядовитые газы, вредные для здоровья и разрушающие трубы. Попадание газов в помещение туалета предотвращает водяной затвор. Чтобы во время смывания не нарушалось давление в системе, не осушался водяной затвор и при этом вредные газы и запахи не попадали в помещение, необходимо устанавливать выход канализационного стояка. Выход устанавливается на кровле. Выход стояка через стенку распространяет по двору запахи, попадающие в дом через окна и приточные вентили. Установленный вместо вентиляционного выхода обратный клапан работает только в момент слива и не выводит скопившиеся в трубах газы. Правильно выполненная вентиляция надолго сохранит товарную стоимость дома. Незначительными изменениями можно существенно улучшить вентиляцию дома и поддерживать конструкции сухими и здоровыми. Дополнительная информация на сайте willpi.com до конца вентиляции. До конца вентиляции. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok